Всем привет! Сегодня я решила испечь съедобную корзину. Она будет из слоеного теста, а тесто будет бездрожжевое. Поехали! Тесто у меня готовое. Раскатаем его до толщины полсантиметра. Я постараюсь раскатать из него идеальный квадрат, чтобы полоски было легче резать. Я раскатала вот такой вот огромный пласт теста толщиной в полсантиметра. А теперь разрезаем это тесто на полоски шириной в полтора-два сантиметра. Я использую для этого линейку. Я обернула миску фольгой, а теперь обмажем его подсолнечным маслом. Берем полосочку и вот так вот ложим на мисочку. И вторую полосочку и кладем вот таким образом. Вот так крест-накрест разложим тесто на конструкции. Излишки теста обрезаем. Вот таким образом заплетаем нашу корзиночку. Одна полосочка сверху, одна полосочка снизу. Второй ряд плетем таким образом. Полосочка, которая была сверху, будет идти снизу. А та, которая была снизу, будет идти сверху. Я заплела косичку из трех полос. Сейчас я обмажу эту косичку яичным белком. А потом приклею на ободок мисочки. Постелила противень пергаментом. Туда перенесла свою корзиночку. А теперь придавим донышко корзины. Это, чтобы оно не вышло слишком толстым. Обмажем яичным желтком. Обсыпаю корзину кунжутом. Это для того, чтобы она стала еще красивее. Отправляю корзину выпекаться в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Прошло полчаса, и наша корзина стала румяной, выпеклась. Теперь освободим ее от мисочки. Убираем фольгу осторожно. Благодаря тому, что мы фольгу смазали маслом, она легко отделяется от корзиночки. Теперь буду выпекать ручку корзиночки. Формочку я уже смазала маслом, заплела косичку. А теперь эту косичку обмажу желтком. Это будет красивая ручка для нашей корзиночки. Друзья, вот и готова моя корзинка. Ручку к основе я присоединила зубочистками. На дно корзинки я постелила салфетку и туда положила много-много конфеток. Если у вас нет идей, что отнести или подарить друзьям, то этот вариант отлично подойдет вам. Корзинка украсит любой праздничный стол. Всем спасибо за просмотр. Пока!